Царь-танк был разработан русским инженером Николаем Лебеденко в России в 1915 году. Длина корпуса почти 18 метров, ширина 12 метров. Тип брони стальная катанная, тип двигателя Майбах, авиационный, карбюраторный, высокооборотный. Вооружение два компонентных орудия калибра 76,2, с боекомплектом на 60 выстрелов. Плюс несколько пулеметов Максима, калибра 7 и 92 сотых, с боекомплектом от 8 до 10 тысяч патронов. Экипаж 15 человек. Проект получил высочайшее одобрение самого императора Николая II, и на него была выделена огромная потембровенная сумма в 200 тысяч рублей. Предполагалось, что благодаря своей оригинальной конструкции и размерам, боевая колесная машина сможет преодолевать все типы заграждений, включая рвы, наводить ужас на врага, и тем самым легко прорывать оборонительные линии противника. Первый и единственный образец танка был построен уже в середине 1915 года. Массы и размеры танка действительно поражали. Стальной монстр высотой с трехэтажный дом весил 60 тонн. Его ходовая часть напоминала огромный пушечный лафет. Два колеса на поперечной балке, железная платформа и массивный хвостовик с небольшим поворотным катком. На платформе были установлены пулеметные башни. Одна посередине и две по бокам. Проектная скорость новой боевой машины по шоссе составляла 17 км в час. В конце августа начались испытания в лесу недалеко от московного Дмитрова. В начале испытаний все шло хорошо. Огромный бронированный монстр с легкостью ломал многолетние березы. Однако, оказавшись на мягком грунте, его задний управляющий каток намертво завяз в одной из камер. Самостоятельно выбраться из ловушки ни топы, так и не смог. Этот случай выявил просчет в конструкции. И, скорее всего, в распределении массы. Серьезно подкосил весь проект. К тому же, обнаружилось, что огромные передние колеса танка очень уязвимы от арт-обстрела. Их тонкие спицы ломала даже шрапнель, не говоря уже о фугасных снарядах. Совокупность двух этих факторов окончательно похоронила проект. Самый большой в истории танк так и остался стоять в лесу, на месте своего испытания. Он ржавел там вплоть до 1922 года, когда бесполезную машину разобрали на металлолом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова